Ребятушки, всем привет! Всех приветствую на своем канале. Город Харьков на связи, с вами ваш Александр. По вашим долгожданным просьбам, выхожу с вами на связь. Рассказать, как реальная обстановка в городе Харькове, что нового, что интересного, что вообще в целом у нас здесь происходит. Давно вы ждали, ребят, этого момента? Давно. Многие писали в комментариях, Саша, когда уже это случится? И вот, как вы видите, сегодня я уже подготовился, постригся, ребятки, на лысо машинкой. Уже готов, собственно говоря. Взял рюкзачок с самыми необходимыми вещами. И, как говорится, в путь дорожку. Чтобы там не стричься, решил я сразу это сделать дома. Спасибо нашему подписчику и всем нашим подписчикам, которые поддерживают. Спасибо всем от души. Обязательно, ребятки, поделитесь этим видео с друзьями. Поставьте лайки и напишите комментарии. Ну, а я, ребятки, погнал путь дорожку. И по дороге вам расскажу, как обстановка. Все, Зевсунька. Ухожу я. Оставляю тебя с мамой. Не балуйтесь, ведите себя хорошо. Видите, даже Зевсун все понимает, что я ухожу расстроенный. Да, Зевсунь? Давай я тебя поглажу. Ну, и ты, зайчик, передавай подписчикам привет. Скажи крепкого здоровья, ребят. Всем добра, бомбла и позитива. Ты меня провожал вот так лапкой махал, да? Ты меня провожал вот так махал лапкой. Пока-пока, говорил, да? Ну, пока, Зевсунь. Ты не расстраивайся. Жди меня хорошо, Зевсунь, не расстраивайся. Правда. Все, погнали, ребят. Пока, Зевсунь. Пока-пока. Пока. Ну, шо, ребятки, мои хорошие. Вот мы с вами и чемчакуем, потихеньку, поманеньку. Кто с котомкой, кто с мешком, как говорится. Вот, ребятки, смотрите, какая обстановка. Все посохло, видите, клумбы уже повысыхали. Говорят, что стали реже поливать. Газоны тоже повысыхали возле церкви. Я не знаю, с чем это связано, но газоны вообще не политы. Посмотрите, какой сухостой. Желтое все стоит. Родной райончик, родной райончик. Ребятки, напишите в комментариях, как вы. Скучаете по родным местам или нет? Соскучились? Давно ли вы были в родном городе, в Харькове, либо же другой это город? Уехали ли вы или вы остались все-таки в городе Харькове? Вот, ребятки, такая обстановочка на базарчике. Идем через базарчик с вами. Видите, сколько людей, сколько, собственно говоря, машин. Ни людей, ни машин толком, ребят. Ну что, ребятки мои хорошие, причемчаковал я с рюкзачком. Обстановку сами вы видели, ребят, какая обстановка в городе Харькове. Вы что, какой я рады, ребят, что я постригся на лысо. Знаете, аж голова дышит, аж голова отдыхает. Прям реально отдыхает макитра. По-другому, ребят, не скажешь. Многие, наверное, из вас рады. Многие счастливы, что произошло так, что Саша постригся на лысо. Еще бы сейчас напишут бороду сбрить. Да, ребят, я с вами соглашусь. Еще бы бороду сбрить, было бы вообще великолепно. Было бы вообще великолепно. Что я должен сказать по, собственно говоря, обстановке в городе Харькове. Ну, как вы видите, ребят, ни людей толком нету. Ни машин толком нету. Где все люди подевались? Пишите вы в комментариях. Я, честно говоря, немножко даже в шоке. Надеюсь, что эти люди дома. Я думаю, что люди многие не выходят, потому что, ребят, такое количество прилетов, как сейчас. Люди просто-напросто побаиваются. Напишите свое мнение в комментариях. Ну, а вообще, ребят, как говорится, хочу всем выразить еще раз благодарность за поддержку. Всем крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра, бабла и позитивчика. И пусть в вашей жизни все будет хорошо. Пусть сбываются ваши мечты. И пусть ваш ангел-хранитель хранит вас. Все, ребятки. Держитесь вы. И мы держимся. Всех обнимаю до хруста. Всех, как всегда, рад видеть на своем канале. Решил, ребятки, показать, как я пытаюсь собаку. Вот он спит. А я ему под нос положил котлетку. Вот, может, он почует запах. Вову, гляньте, нос сшевелится. И все-таки проснется. Лапки бегают. О, глаз затипался. Это все от котлеты. Глаз-глаз дергается. Котлета снится. Не лапки. Ну, ребят, ваши ставки. Через сколько проснется. Ну, так видео и будет называться. Зевс спит, а под носом котлеты. Ну, не чувствует запах. Видите, вдыхает, вдыхает воздух. Нос шевелится. Устал представлять. Насколько устал от этих прилетов, от этих взрывов. Бежит, бежит где-то. По девкам, по девкам. Видите, по девкам бежит, ребят. О, эта девка что-то подмигивает здесь. И подмигивает, подмигивает. Блин, захочется кашлянуть. Кашляну, он же проснулся. Ну, по. А что у нас случилось? А еще больше не обложили? Ну, да было по кругу тебя. Как вот это круг для заговоров. Солью обсыпают. А я тебе котлетами, Девс. Да, Девс? Пытаюсь собаку. Издеваюсь. Ну, пишут в комментариях. Говорит, что налысо не пострижешь? Что еще там что-нибудь, да, Девс? Пытки тебе котлетами устраивали. Это ж уму непостижимо. Спала собака, никого не трогала. Спи дальше сегодня, спи. Так, ребятки. Сбегал в магазинчик. Подскупился. И маме купила такое мороженое. Каштанчик. Сейчас пойду спасать ее от жары. Так, ребятки. Хочу вам показать, какой арбузик. У меня растет гигант. Видите, такой меньше кулачка. Это первый сорт. Так, ребятки. Спрашивали вы у меня, как помидорчики мои растут в чине. Вот, ребятки. Растут помидоры. Все в порядке. Перчик тоже. Ребят, перчик тоже есть. Красный, хороший. Видите, вот. Ребятки, много вопросов мне задавали по поводу огорода. Накрываю я от жары помидоры, перцы. Все накрываю, да? Ребят, но у вас был вопрос. Накрываю ли я дыни и арбузы от жары? Нет, не накрываю от жары я. Не дыни, не арбузы, ребят. Вот как оно растет, так и растет. Вот такой вот красивый арбузик. Еще пока не поспел. Это он еще маленький. Вот-вот должен созреть. Такой сорт называется гигантус наибискус и, собственно говоря, он достигает до 30 килограмм размера. Где-то вот так вот. Спокойно растет. Видите, в городе Харькове просто легко. Яблоко-груша, ребят. Видите, уже вот такие вот яблоко-груша. Яблочки. Но в этом году их маловато. Поменьше, чем в том году. Ребятки, мои хорошие, не могу. Тут жара. Стоишь. Подпекает уже, честно говоря. Уже даже футболку снял. По поводу обстановки в городе Харькове, ребят. Ну, прилеты были за вот эти вот сутки. Были прилеты. Но прилеты, как правило, ребятки, в области. В самом городе Харькове прилетов не было зафиксировано. Были зафиксированы только в области Купенское направление, Волчанск, Липцы. Повставляю вам здесь, ребятки, фотографии с места событий, чтобы вы могли увидеть, собственно говоря, своими глазами, что происходит в Харьковской области. Слава Богу, ребятки, повторюсь, что за сегодня, за эти сутки не было, собственно, прилетов в самом городе. Но тревога продолжается. До этого вообще было больше двух суток. Уже антирекорд побил город Харьков. И, как вы знаете и понимаете, ситуация непростая, ребятки. Держимся, и вы держитесь. Ребятушки, всем добра бабла, позитивчика. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки нам с Багирой. Пишите комментарии. Подписывайтесь на Инстаграм, ТикТок, Телеграм, группу таксистов. Ну, а кому нужна страховка, страховка, залетайте по ссылке в описании. Мы с Багирой вас страхуем по промокоду ТАКСИКУЛ-21, вашу тачку. А САГО будет с 10% скидкой. Всех обнял до хруста. Пу-ку-пу-ку. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok